Всем добрый день, ребятки! Смотрите, какое красивое небо! Все в барашках! Сейчас я расскажу, куда я пропал. Ребятки, всем привет! Резко-резко я пропал, да? Видео перестал снимать с 1 до 2 марта. Я заболел. Я простыл, ничего серьезного, но такая простуда мерзкая. Наверное, многие сейчас переболели такой гадостью. 1-го, 2-го, у меня была просто слабость, лень, у меня были выходные, и я валялся, спал. Ну, ничего такого. А 3-го на работу, я утром просыпаюсь, у меня горло болит. Болит прям, горло першит. Я быстрее таблеток наглотался, все, работал, ну, без каких-либо симптомов. Ну, просто горло болело утром, потом оно прошло. Я чай выпил, все, там, варенье открыл, как бы. А в обед, где-то часа в 4 вечера, у меня как, сопли потекли, прорвало плотину. Я быстрее, блин, таблеток еще накупил, парацетамол выпил, все, доработал смену. А, приехал в этот день домой, я бальзам открыл, выпил бальзам, варенье малиновое открыл с дикой черной и красной смородиной. У меня микс есть. Выпил на ночь все это варенье горячее, покушал. Я, когда болею, я всегда кушаю, обязательно кушаю, чтобы организму были питательные вещества. Не знаю, кто говорит, наоборот, надо лечебное голодание делать. Меня всегда прям на жор пробивает, я прям кушать хочу. Я в любой болезни, я всегда кушаю. Вот. Ну и, в общем-то, два дня я работал, потом два дня последующих дома валялся, прям валялся в кровати, ничего не делал. Симптомов не было, температуры не было вообще, вообще не было температуры 36 и 3. Но потом был вот кашель, вот такой, легочный, да, откашливается. То есть уже сопли перестали течь, а вот именно откашливание вот эта мокрота была. Все, я сейчас уже, вот какое у нас сегодня число, там 13, да. Вот две недели, считай, я приходил с себя норму. Ну, вон сорокушка, смотрите, беременная сорокушка. Да, чубайсик, чубайс рыжий, чубайс сорока беременная. А я вот тут это принялся разбирать, какие у меня есть эти препараты для опрыскивания. Разные надо весеннее опрыскивание делать. Вот у нас плюс 14, кстати, градусов, плюс 14 градусов. И вот я разбираю, у меня много фунгицида против грибковых заболеваний разных. Один пакетик на 20 литров, тут у меня на 100 литров рабочей жидкости. Вот таких много искры у меня от паразитов. Хорус, это против всяких скручиваний листьев и манилиоз. Хилат меди, недостаток меди, надо будет тоже обрабатывать. Эпинэкстра, оберег, циркон, удобрение рассада у меня. Сульфацинка, один пакетик, я его использовал, фитоспорины. Вот огурец, минеральное удобрение. Бордозской смеси, раз, два, три, четыре, пять, шестьдесят литров. Вот я думаю, может быть, сегодня я, наверное, вот этим опрыскиваю хотя бы вишню, черешню и абрикосы. Что успею, я постараюсь опрыскивать. Вот у меня шесть упаковок, вот шесть опрыскивателей. Я вчера его включил, зарядил после зимы. Вот сейчас я разведу, буду опрыскивать. Вот это Брос, липкие для теплиц, десять штук, такие пластинки хорошие. Клещевит у меня, вон сколько, видите, пачка. Вот, Аллатара немного. Кимпекекс какой-то. Командор один, Героль, Топаз, несколько штук. Биотлин и биоинтицицид. Видно, опрыскивал я им. А тут этот, есть какой-то кровень, в общем, минеральное удобрение. И бочка гуматкалия, гуматкалия, органические удобрения, гуминовые кислоты. Вот, в общем, сейчас буду сегодня опрыскивать бордовской смесью обязательно. Вот, против всех этих гнилей и этих всяких-всяких яких. А чуть позже я, наверное, еще докуплю, опрыскаю, что не успею опрыскать бордовской смесью. И далее буду опрыскивать уже хорусом. На, прям вот, когда будут перед светением бутоны. Сейчас нет никаких таких бутонов. Ветер вроде не сильный. Ну, получится у меня что-нибудь опрыскать, наверное. А там посмотрим, может не сегодня. Но опрыскать надо будет хорусом обязательно. Это я закупил, прям пачку целую такую заказал. Тут у меня 16 штук. Но надо будет еще докупить. К сожалению, дорогой. Но он очень хорошо помогает против маниальной манилиозы. Вот это всяких грибковых заболеваний на абрикосах, черешнях и вишнях, которые вот у нас начали поражать. Но в основном абрикосы, а вот вишня болеет очень сильно, я хочу ее спасать. Вот пока на груши, яблоки это все не перебирается. Но вишня, черешня и в основном абрикосы и персики. Все, ребятки, вот такой видосик у меня коротенький. Сейчас буду заниматься потихоньку делами. А так я пришел в себя, как говорится. И приду чуть в норму, несколько дней и продолжу снимать вам. Далее. Ну не снимал смысла не было. Какое похудение, когда ты болеешь. Пьешь воды очень много, чая много пьешь. Кушал я хорошо, чтобы мне и то мед, то еще бутерброды. Ну, вы поняли, да? Чтобы это... Хотелось кушать очень сильно. А сейчас буду приходить себя в норму и продолжим дальше. Обязательно продолжим. Продолжение следует...